I have ways of blowing things off Телоиды я не встретил по пути Та карта у нас полностью зачищена А вот это вот Почему-то выглядит как Проход, причем видите Если двигать То текстуры за стеной Тоже двигаются, как будто это вот не нарисовано А там есть настоящая полость Я это заметил только что То есть вот Начал записывать серию У меня глаз на это упал Только я не вижу Никакого способа туда проникнуть Ни один камень не двигается Ну я не знаю Вряд ли здесь наверное будут Прям тайные двери Хотя ну почему вряд ли Почему вряд ли то Итак Это было Крайне неожиданно Просто ко мне подбежало Тело Какая-то Крыса Не крыса Человек Обороти Не знаю что это вообще такое Когти кстати здоровые Но упал довольно быстро Фу блин Это было крайне неожиданно Но что-то исходя из величины этих когтей Почему я не могу его поднять Он еще такой тяжелый Исходя из величины когтей Я могу сказать что он бы Мне мог бы хорошо врезать А во вторых Если их будет два или три То я думаю я могу влипнуть Так ладно Ладно Прям сходу меня так приветствуют У нас первая развилка Мы идем сейчас на юг Изначально у нас вход в канализацию Указывает строго на юг Первая развилка Ну пойдемте Я уже уверен что я здесь нафиг потеряюсь Так что все хорошо Не видно ни черта Не работает ни одна лампочка Я вообще уделен что в канализации есть лампочки Но с другой стороны Почему бы им тут не быть Это же все строили люди когда-то Это же канализация А не пещера какая-то Матрешки Матрешки Тут можно зайти наверх Наверное как вариант А тут что? Я слышал еще кого-то Я не могу тут подняться Не видно вообще ни черта Если что Вот тут Вот тут кто-то бегает Блин тут их много Этих ребят То чего я и боялся Что если Меня зажмут вдвоем или втроем О вот тут вот можно подняться Хорошо Это не сундук? Ну это выглядит как сундук Ну ладно вам Но оно не прокликивается Черт Может ходить постоянно В боевой готовности Кстати Вот тут дверка Стоп ребят Дверку я пока Ау Трогать не буду Сюда можно зайти Тут колодец В самом деле Ни чертений не видно Вон там какой-то свет Откуда здесь свет? Это с улицы просто что-то светит? Так Тут можно пойти дальше вниз Куда мы попадем? По идее Это должно вести Как бы к выходу Но Нет Ну потому что Мы возвращались Обратно на север И по идее Обратно на север Это Ох блин Как ты так ногу-то задрал Чувачила Вставай Ой блин Вот Прям реально Хоть карту рисуй Может надо было Блин Я тупанул Я не помню Мне кажется Давали такой совет Рисовать карту Когда я приду сюда Тут у нас тоже Какие-то Непонятные штуки Музыка здесь Кстати такая Странная На прошлом уровне Она прям начиналась Она была такая жуткая А здесь она просто Странная Вот эти ящики Они не прокликиваются Я не знаю почему Так Ладно Дверь Вот это я сейчас Опа Он кстати Сближает дистанцию Они вроде как Воу Вы прикиньте Секунду ребят У меня кнопка Таб Решила отвалиться Механическая Клавиатура Блин Здравствуйте Не видно Ни чертища Просто Ёлки А если там Что-то интересное На полочках Лежит Я же Никогда в жизни Не замечу Вы чё Я и в нормальной Обстановке Ничего не видел А вы тут хотите Чтобы я что-то Блин Может прям реально С факелом Что-ли ходить О Сундук О Ты кто Лопата Ржавая лопата Прикольно Так Хорошо Молоточек Ржавая Кувалда Ржавая Стамеска Перчи Перчи Блин Кстати Плетеных рукавиц Перчи Кстати Очень хорошие Они Чуть Чуть Похуже Чем мои Но они Прям хорошие Я их соберу Мне кажется Что это Так Ты уйди Пожалуйста Вот сюда Вот Нет Не вмещаются Тогда Знаете Что Я эту сумку Тогда выкинул Спасибо А перчи Заберу Надо будет Посмотреть Так Также Я так понял Из ваших комментов Что здесь По Подземке Грубо говоря По канализации Раскидан Сет Вещей Я так понимаю Что перчи Это вот Просто первая вещь Из сета Которую я нашел И что здесь Будут остальные вещи К тому же Мне дали Намек Маленький Такой Маленький Ну как бы Намек Это не намек Мне Я когда сказал Что я нашел Канализацию У меня спросили А ты нашел Того Кто был В канализации И Я сначала подумал Может быть Тут какой-то Будет НПС Потом Блин Ну какой К черту НПС В этой Игре Если Тут есть Кто-то В этой Канализации То Кто-то Будет Обязательно Я примерно Понял Кстати Где Этот Кто-то Будет Хотеть Меня Убить Поэтому Наверное Это Что-то Большое Я только Надеюсь Что Не Какая Нибудь Вот Это Чубака Как С Какого Там С Четвертого Этажа Я Не Хочу Чубаку Я Не Хочу Ничего Такого Я Мирный Человек Я Пришел Лутаться Вот Ну Вообще Ни Черта Не Видно Ёлки Палки Ребят Слышите 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 Справа Где-то Или Там Или Дальше Так Это Явно В той Комните Значит Тут Сундук В сундуке Карта Вот Это Мне Сейчас Фортануло Вот Это Мне Сейчас Блин Фортануло Ёлки Палки Так Значит Карта Предыдущего Этажа Уходит Пока Что Сюда Чтобы Я Не Путался Карта Черт Ко мне Прибежали Вовремя Я Я Я Шатал Он Он Так На Меня Набросился Прям Хорошенько Успел Покалечить Но я Так Понимаю Это Не За счет Того Что Он Хорошо Вооружен За счет Того Тяжелый Эти Ребята Явно Весят Даже Тяжелее Меня В доспехах Насколько Они Наваливаются Но По крайней мере У них Нету Брони И эти Мечи С ними Хорошо Справляются У них Режущий Прям Хороший Если Держать Среднюю Дистанцию Бить С неплохим Замахом То Вот Эти Ребята Отъезжают Ну Я Слышал Что Он Здесь Но Я Не Думаю Что Он Придет Аж Ко Мне Сюда Хорошо Ладно Итак Я Все Так Хочу Разобраться В карте Блин Как ты Меня Врасплох Застал Дружище Надеюсь Никакого Красного Урона Мне Не Нанес Так Ладно Карта Офигеть Какая Огромная И Ее Самый Большой Минус Я Так 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 Хорошо Она Смотрит На Север Эта Карта Я Зашел С Юга Нет Я Зашел С С Севера И Иду На Юг Значит Где Мог Зайти Я Когда Зашел Я Вам Сказал Что Смотрите Карта Смотрит На Юг Где Я Мог Зайти Где Мог Быть Этот Вход Он Был Ровный И Один Поворот Налево Значит Мне Нужно Ровный И Один Поворот Направо А Я Такого Входа Не Вижу А Может Быть Нет Не Вот Этот Не Вот Этот Может Просто Кусок Карты Отсутствует Или Минуточку Но Это Карта От Канализации Черт Ну Так Я Смотрю Там Везде Много Полостей Может Я Где-то Середины Зашел Блин Сейчас Ребят Секунду 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 Я Короче В полной Растерянности Я Не Могу Найти Место С Которого Я Зашел Я Не Могу Найти Место Где Сейчас У Это Карта Вообще Не От Канализации Хотя Ну От Чего Она Тогда Если Она Канализация Может От Следующего Уровня Кстати Посмотрим Пока Походим Полист Ну Полистаем Посмотрим По Уровню С Этими Ребятами Я Вроде Справляюсь Опять же Если Их Не Будет Два Три Или Если Не Придет Что-то Пострашнее Я Не Хотел Б Чтоб Так Случилось На Что Что такое Очень Сильно Добавляет То Что Я Не Вижу Нифига Я Прям Не Могу Разобраться Так Полукруглая Стена Это Уже Хоть Какой То Ориентир Погодите Давайте Посмотрим Что Здесь Это Дверь А Дальше Случайно Не Еще Одна Полукруглая Стена Нет Дальше Коридор Понятно Отвратительное Место И Кстати В том Сундуке Кроме Карты Ничего Не Было Не Было Никакой Второй Одежки Из Сета Не Было Вообще Ничего Такого Стоящего Нет Карта Была Стоящая Я Не Спорю Тут У нас Нифигут У нас Так Минуточку Вот Полукруглая Стена И Вот Полукруглая Стена Вход Сверху Вход Снизу Давайте Давайте Мы Посмотрим Такой Элемент На Карте Так Так Секунду Ребят Я Пытаюсь Хоть Как-то Определиться Найтись Еще Осложняется Тем Что Карта Дофига Засранная Вы Посмотрите На Это Я Здесь Наверное Да Вот Полукруглая Но Но Это же Неправильно Тогда Сейчас Мы Сравним Карта Смотрит На Север Карта Смотрит На Север Если Там Сейчас Будет Маленький Коридорчик Я Слушаю Там Кто-то Ходит Если Там Сейчас Будет Такой Маленький Коридорчик А Потом Будет Расширяться И от него Будет Дверь Наверх Нет Нет Это Видимо Не Оно Мне Мне Хотелось Чтобы Это Было Оно Но У меня Там Парочка Вещей Не Совпадало И В конце Концов Я вижу Что Это Неправильно Хотя Если Мы Пройдем Нет Нет Здесь Есть Проход Наверх Это Не Оно Это 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 Немножечко Раздражает Ге Где Держи Еще Похожие Места Вход В Комнатку Здесь Есть Вот Оно Вот мы Теперь я практически уверен, что мы здесь Здесь полу... Стоп, 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 стоп Полукруглые Да, полукруглые Полукруглые стены Вот этот вход, точно У нас был проход дальше, проход здесь Главное, черт побери, не потеряться Так, хорошо Мы находимся в таком месте, что оно вроде как Посерединке, и вроде как Непонятно что и где У меня такое ощущение, что тогда вот... О, ко мне бегут, давайте мы подеремся Аааа, он в клинч входит со мной Не дает мне замахнуться До свидания Он понимает, в чем мое преимущество И в чем его недостатки Он, кстати, довольно-таки не дурак Вот эти монстры, они видят, что у меня длинные мечи И им нужно входить в клинч И, собственно, то, что он сделал Нанес парочку хороших ударов, но потом Мне удалось отыграться Ладно, если здесь будут Они вот в таком количестве И в таком качестве, то я В принципе не против Если будет что-то другое, то я не хочу Ладно, значит Здесь, если мы выйдем У нас будет Давайте немного отдалю Здесь, по идее, да, вот он Тупичок Мы пойдем сейчас сюда и пойдем исследовать Вот эту часть карты, потому что Туда она иначе дальше пойдет Давайте я вот так вот сделаю Мы сейчас вот здесь Выходим в большую комнату Дело в том, что оно показывает Большую комнату, но здесь оно поделено На ступеньки и шлюзы И все такое, минуточку А здесь я был? Здесь дверь открытая Не распыляемся, погодите А в смысле не распыляемся? Там вход в комнату, из которой, по идее, нет выхода Да, получается здесь я был Чуть-чуть под другим углом Да, я тут исследовал полки Окей, в этой комнате я был Значит Пожалуйста, не падай Мне сейчас вот просто несказанно повезло, что я нашел эту карту Иначе бы я тут блуждал просто до скончания времен Сейчас будет вот эта большая комната А она на сколько? А, там из нее будет выход, вы хотите мне сказать? Ну-ка Тут колодец Тут второй колодец Да, это та комната, в которой Все-все-все, я понял, где И как раз в нее я пришел сверху Через вот этот вот проход, который Вот он здесь Хорошо Вниз есть проход? Вниз прохода, похоже, нету Есть проход в эту комнатку? Минутку Я отсюда пришел Вот он этот вход И проход направо Я отсюда пришел И А-а-а Все До меня дошло Наконец-то Я искал вход с юга Вот с этой стороны А он вот здесь Вот он этот вход так до меня дошло наконец-то окей значит что мы куда мы сейчас можем а у станет пожалуйста проблема в том что эти большие комнаты по ним не всегда пройдешь так здесь у нас будет вот сюда а сюда у нас будет проход к к выходу из уровня да это наша первая развилка то есть вон туда вот мы сейчас выйдем из уровня давайте сходим сюда и мы тогда пройдем вот эту нижнюю часть и выйдем здесь и потом еще сходим в нижнюю комнату наверное пойдем вот в эту сторону я не знаю сейчас посмотрим вниз бежать не очень удобно кстати так ладно тут у нас чё здесь просто сток хорошо подходишь и такой вода в лицо карта большая и очень давайте вот так вот можете буду держать да мы же сейчас вот где-то вот здесь по идее или вот здесь я не вижу тут комната вроде как она есть но она вроде как стерта я не пойму до конца так ладно проход а не не вроде все норм да мы сейчас вот здесь тут кто-то блин короче колбасу жрал и потом эту карту трогал и теперь на ней не видно ни черта люди никогда так не делайте колбасу ешьте на здоровье так бойте потом руки ну потому что иначе вообще звезде становится кроме того что и темно кроме того что хоть блин глаз выкали кроме того что это не еще приходится одним глазом смотреть на карту чтобы хоть как-то не заблудиться но я же говорю я все равно крайне благодарен что я ее нашел игра спасибо но это меня на самом деле просто повезло а вот это вот вот это ничего почему он так выделяется на полу погодите это просто мокрый камушек она выглядит как как будто что то что я могу подобрать ладно тут у нас будет вот такой широкий коридор до конца практически без неплохо он свалил нет ну смысле это неплохо это плохо на самом деле потому что он может побежать к кому-то у нас уже на прошлом этаже был такой печальный опыт что вроде как не очень сильный соперник на начал от нас бежать нормально ушатали когда не очень сильный соперник начал от нас бежать потом привел нас к более сильному сопернику мне это вообще ни разу не понравилось так хорошо что он вернулся хорошо что мы с ним разобрались надо пытаться действовать эти крышки не поднимаются нет у нас тут череда комнат в принципе все понятно пока мы сейчас не дойдем до конца этому карту открывать нет смысла надо делать и резкие выпады с резкими выпадами вот как сейчас мы с ним дрались он вроде как ребят ни в коем случае никого не пытаясь ничему учить я говорю просто на собственном опыте возможно я что-то делаю неправильно но я вижу то что помогает сейчас мне поэтому я высказываю свое мнение так вот вроде как на резких выпадах их можно неплохо подловить на урон то есть когда ты замахиваешься и даешь еще ускорение своим собственным ну типа шагом вперед мне кажется что это неплохо работает а это куда блин стоп я этого не видел на карте а почему а смотрите вот здесь вот есть такая вроде как кусочек комнатки возможно здесь что-то и было но она стерта смотрите тут у нас до проход в следующую я не спорю он он кстати как раз он как раз через там давайте зайдем наверх этот кусочек существует но он просто затерт на карте давайте зайдем глянем что здесь вроде не должен быть слишком большим или это просто проход но зачем ты взял перецепился красавец стоп а это просто проход да тут вот дверь который я уже открыл здравствуйте я тебя видела здесь на откуда вы беретесь я же здесь вот одного уже убивал откуда ты тут взялся минуточку вы же не можете тут спауниться правильно а это один ко мне прибежал когда я карту искала 2 это правильно место с карты которые я нашел ай блин тут же сум сундук да вот он как сложно то жить так минуточку место с картой это вот вот этот вот и образные да 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 все я понял а тот проход это был просто просто проход это чувачок видимо просто пришел откуда-то они же спокойно ходят по карте хорошо вот этот и образная фигнюшка это было место с картой вот этот вот это просто переход у нас тут ничего нету побочных тут стенок никаких не было хорошо продолжаем путешествовать обратно на юг у нас вот здесь вот проход и это вот у нас вот эта последняя комнатка после чего мы выйдем в коридор и нам нужно будет пойти дальше на юг суперским сундук вижу надеюсь что это сундук сейчас подойду кляну ты что такое вообще меч странный меч судя по виду сделан из кости кромка выглядит очень хрупкой выглядит так я стою на ногах нормально если меня кто-то нападет я это выдержу выглядит так что у нас наши мечи ну смотрите он очень класс в нем гнездо есть в смысле что такое гнездо ребят она случайно не где она была она случайно не под камни вот эти это гнездо ну то есть мы же собирали камни и всяк такой на самом деле он ну режущий буквально самую капельку хуже чем у моего но я бы наверно не обращал бы на это внимание мне интересно что делает гнездо и ну то есть логично вот эти камни туда вставлять или нет но я так понимаю что логично тогда следующий вопрос такой ребятушки в чем разница между зеленым синим и оранжевым камнем и что случится когда я вставлю потому что у меня такое ощущение что если эту штуку вставлю я не смогу вытащить обратно поэтому меч явно скорее всего одноручный и блин он очень классный он прям очень классный да кстати вот фланцевую булаву я наверное выложу потому что мне есть 2 2 утренних звезды все нормально все хорошо рожавые грабли так и кувалда офигительнейшим импульсом то есть она тяжелезная если этим прилетит кому-то то этому кому-то будет просто очень фигово так это на самом деле интересное кино платные наколенники может не кстати от этого будет избавиться посмотрим значит вот а вот это кто запечатанная длинная бутылка а ты ржавая булоку кувалда ну пофиг меч этот конечно же естественно же беру с собой он у меня даже влазит по весу суперский наверно место булавы как раз я прямо сейчас не вижу смысла его одевать как минимум потому что я не знаю что за эффект будет с камнем если вдруг туда камень вставляет на самом деле самое логичное но я пока не хочу просто рисковать я вам уже объясню почему потому что я считаю что если я что-то сделаю сейчас неправильно эти камни если вы меня спросите то возможно возможно я этого ничего не читал ничего не знаю камни возможно будут давать каких-то три эффекта ну исходя из того же например как в diablo работали ко мне понимаю что здесь ты бы совершенно по-другому но там например это был какой-то элементальный урон или добавлялась жизни или добавлялся еще что-то здесь у нас зеленый синий и желтый синий что у меня на экране сейчас это магия это моя шкала манны этот желтый то что у меня на экране сейчас оранжевый я имею ввиду это мои жизни возможно ли что меч мне будет восполнять жизнь если я вставлю туда желтый камень а если вставлю синим не будет восполнять манну а тогда зеленые то что зеленые это урон это на что она повлияет зеленый возможно вся моя теория сейчас абсолютно неправильно но вот мне был был бы очень интересно узнать что да как потому что вот в таком виде как он есть ставить его я пока что смысла не вижу потому что он ну такой же как мои мечи а вот что с ним станется после камня это очень-очень такой хороший вопрос ребятушки жду ваших комментов ваших но не то чтобы подсказок намеков но вот наверное наверное я бы наверное хотел бы чтобы вот было но не то чтобы без стёба а чуть-чуть ну не то чтобы чуть-чуть посерьезнее я обожаю когда вы стебетесь на заселки что происходит но вот здесь вот прям серьезный вопрос потому что мне кажется если запороть эту штуку то второй такой не будет вот поэтому я бы хотел бы очень серьезно подойти к этому делу . что меня ждет в конце этого коридора комнатка вроде как просто там переходов тут этом была какая-то мини что-то в бок а почему не это пропустил мы сейчас вот здесь что ему куда я мог там в бок сходить то вы чё вот это что ли нет я туда не могу зайти пришел я отсюда так да вот комната с сундуком находка я чувствую очень крутая очень классная а эти штучки в сбоку все я понял что это то есть вот эти вот просто они на карте очень гипертрофирована отображены я не знаю почему это вот второе и сейчас будет 3 это комнатка минуточку а из той комнатки а там есть проход кстати и проход этот у нас будет в погодите тут ничего нету тут вроде как ничего нету тут нужно очень внимательно блин смотреть реально очень темно и пропустить сундуки как нефиг делать то есть ты просто чуть-чуть неправильно угол камеры выбрал и все и ты пропустил сундуки ты молодец вот куда этот проход это выход из уровня что это погодите ребят я на всякий случай перезапустил игру но почему-то началось сейчас с того что я поднимаю с земли минутку о чё за лаги не надо лагов пожалуйста игра успокойся у нас мы сейчас находимся вот в этом вот коридорчике я не знаю что это за выход вниз такой он а это просто кармашек на двоих говорим на было просто камеру чуть-чуть я думал что это какой-то выход из уровня ладно поехали сейчас у нас наверху будет выход в какую-то комнатку с тремя выходами да тут у нас тоже просто такая фигнюшечка они меня путают что будет если я пройду до конца этого коридорчика что в нем еще будет главное чтобы не было выхода вниз если выхода вниз нету значит он замыкается и все хорошо да вот он закругляется и выходит вот это вот т-образная свинюшечка все покажет нам сюда не надо а тут дверь кстати а дверь у нас в в эту комнату а давайте она у нас относительно замкнутая тут справа кто-то ходит наверное кстати в том коридоре а нет не в смысле тут есть проход сюда ну да здесь есть проход сюда к такому жизнь меня не готовила я хотел сказать что она относительно замкнутая нет тогда мы пойдем вот в эту сторону вот она эта скошенная стена окей отлично мы сейчас мы сейчас мы сейчас вот здесь лавочки эти кстати двигать не могу это немножечко печально так сундук или ты ты кто ты сундук да ты сундук но у тебя тут только лопата свеча и бутылка лопата ржавая ребята как в старой шутке смеемся после слова лопата хорошо что у нас тут еще есть опять кстати нарушенная кладка не знаю вроде как это не классно блин об лавочку просто спотыкнулся упал сломал нос все хорошо кружка кружка валяется а ты кто-то тоже кружка да ты тоже кружка блин да хорош ты своими саблями то цепляться сабли зубы то тигр нет 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 я уже заметил вот эту от лавочки ножку такой сейчас я упаду тут больше ничего нету ладно ничего мы сейчас выйдем отойди что от лавочки то не с мебелью оу привет а че из тебя такие звуки лезут непонятные ты же вроде скелет а рычишка будто зомби что с тобой не так чувак ты скелет а чё ты рычал как зомби то ржавая кирка кстати кстати неплохое неплохое такое оружие средненькое на короткую дистанцию с замахом а второе что у тебя было блин ни чертища не видно он по моему с двумя оружками ходил ладно этот чувак все таки к нам как-то пришел как-то нас нашел ладно нам сейчас вот сюда давайте исследовать дальше ай карамба мы сейчас попадаем вот в этот вот в это довольно таки большое помещение но все-таки это помещение и от него будут две комнаты мы потом я бы на самом деле больше вот в эту часть сначала бы сходил исследовал потому что давайте так и сделаем я сюда еще вернусь блин а я тут не пройду хорошо сейчас пойдемте в эту ю-образную штуку вот тут тоже дверь есть а дверь сразу в тот коридор не давайте сюда сначала выйдем я хочу посмотреть что здесь ничего нету и я хочу заглянуть в эту длинную комнату потому что она больше ни с чем не соединяется только с этим коридором и все а вот тут у нас пойдет в ту сторону уже гораздо больше и дальше поэтому не все таки интереснее сейчас заглянуть сюда а она она большая широкая эта комната и тут может что-то быть или кто-то я не хочу кто-то я хочу что-то я хочу лут я не хочу чтоб тут что-то лазило но я так понимаю что это вот одно и то же пространство я бы на самом деле сюда наверное не наступал бы оно выглядит а тут у нас решеточка это слив какой-то да пройди сюда 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 мы сейчас вот тут вот выйдем погодите а тут же а это опять у нас проход в главный коридор все нормально все хорошо и тут два я просто не заметил и здесь у нас просто выход в этот коридор да все тут ничего нету пойдемте исследовать значит тут у нас будет выход в коридор и вот это вот ну с обратно не с обратно так называемая короче смотрите вот тут мы зашли вот это вот я не знаю как насчет вот этого нет вот тут блин откуда ты взялся твари откуда вы беретесь то я вас не слышу даже бах начинать шуты рычать но духом как хорошо я так полагаю что мы сейчас вот это вот четверть карты ну вот это вот четверть карты более-менее здесь мы не были вот эту вот часть обошли мы сейчас пойдем вот в эту вот часть я так полагаю что возможно мы сегодня Che успеем эту часть об private если там не будет ничего такого экстра Я думаю, что он отсюда пришел, кстати. У меня такое ощущение. Зачем я... Я, короче, закрываю карту, что мне неудобно. Потом я начинаю опутаться и открываю карту. Потом я закрываю карту, потому что мне неудобно. Ну, вы поняли, да? Так, ладно. Мы сейчас вот здесь. Давайте по этой кишке вниз. Или мы прямо здесь можем зайти? Прямо здесь можем зайти. Хорошо. Тут у нас будет две комнаты. Там опять кто-то ходит. По идее, это маленькая комнатка. Нормально. Да, их нужно или на выпаде, или на отходе. То есть подлавливать момент, когда сабля уже летит в пути. И в этот момент пытаться задеть кончиком. Тогда получается неплохо. Тут у нас маленькая комнатка. Там большая. Кстати, а вот это что за бубонная чума такая? Я с этим ничего сделать. Оно шевелится. Я его даже бью. Ну, это вроде... Я не знаю, чё это. Если оно потом вылупится, и мне придётся с ним драться, будет, конечно, неприятно. Но я пока с ним ничего не могу сделать. Если во всей этой темноте вы мне скажете, вон там, вон тот пятый пиксель справа, это был ключ. Извините, я тупо не заметил. Потому что это звезде, что здесь творится. Так, это у нас комнатка подлиннее, которая. Тут всё заросло, к чёрту, каким-то говном. Вот эти вот... А нет такого варианта, что это... Кстати, а ты кто? Это просто камень? Я его могу поднять, но я не могу узнать, что это такое. Круто. Это, случайно, не те места, откуда вылупляются эти... Оборотни? Я не знаю, кто это. Крыса-оборотни, оборотни-крысы. Кто вы такие вообще? Нет, ну разрабы на самом деле очень хорошую работу. Они вообще молодцы по этой игре. Я понимаю, почему они медленно работают. К этому претензий у меня никаких нету на самом деле. Кентакли! Отпусти меня. Вот. Но разрабы на самом деле огромные молодцы в том случае... Ну, не в том случае, а в том, что они для каждого отдельного этажа создают какую-то отдельную напряжённую атмосферу. Это работает на 254%, ребят, если чё. Так, у нас здесь сейчас выход наверх будет. Хочу ли я наверх? Я хочу, наверное, сначала вниз. Твою за ногу. Они полусгнившие какие-то. Так, у него длинное оружие. Всё, до свидания. Один раз он меня подловил на... На приближении. Второй раз уже нет. Вот я не вижу, где было его оружие. А, вот оно. Я его случайно ногой сейчас пнул. Ржавая лопата! Серьёзно! Чувак с лопатой тут. Нанёс мне столько урона. О-о-о! Это прямо сейчас было больно. Так. Хорошо. По сути, по сути, у нас... Вот. Тут сейчас должен быть тупичок. Нет, стоп. Это у нас... Это куда? А, это всё в ту же комнатку к тентаклям, да? Всё нормально, всё хорошо, да. Теперь. Отсюда. У нас должен быть проход наверх. Собственно, вот он и есть. И дальше тупичок. А нам нужно... Вниз. Нам нужно сюда. И попробуем зачистить вот эту часть. Там, судя по карте, если что-то есть, то оно есть посередине. Мы сейчас лесенку найдём. Наверное. Посерединке это проходик между... А, ну это тоненькая стеночка. Я понял, понял, понял. Всё. Я иногда своё собственное бряцание броню воспринимаю, как за шаги скелетов потом... Ну, я уже более-менее научился воспринимать, что из них так, а что... Нет, и прикинь, тут всё-таки одна тварь бегала. Давайте мы его сейчас ушатаем. Иди сюда, иди. Тап, выпусти меня. Говно кусок. Ну, я ему явно сейчас тактически проигрываю. Он сближается. Я могу его понять. Это опять же... О, я его поцарапал чем-то. И сам упал ещё. Молодец. Он тут, кстати, неплохо так... Быстро вошёл в клинч. И давай, давай меня лупить. Даже нанёс урона, все дела. То есть, ну, как бы... Фух. Это крышечка от этой бочки, да? Ну, и пофиг на неё. Получается, если так, у нас должен быть симметричный вход с другой стороны. Сейчас посмотрим. Канализация очень обитаема. Тут прям дофигища мобов. Но опять же, тфу-тфу, как бы не сглазить-то. Эта вся обитаемая канализация пока что проходима. Если здесь не будет какого-то супер-мупер-босса... Блин, я так не хочу, чтобы он был. Но канализация огромна. Темна и полна ужасов. Я чувствую, что там может что-то ещё быть такое. Знаете, как говорится, хочется верить в лучшее. Но не всегда получается. Хорошо. Всё. С этим куском карты мы закончили. Мы идём сейчас... Так. Отсюда вниз проход вроде как один. Да. Вниз проход только один. А вот это что? Это выход с уровня или что это? То есть, что я там делаю? И куда это, если это выход с уровня? Ну, это так выглядит. Тут больше ничего нет. И там такая шланга, отсоединившаяся, как будто выход с уровня. Можно, кстати, идти по воде. Вода приведёт. Сюда мы прибегали. Давайте. Блин, так хочется F5 нажать. Ну, я полагаю, что это, возможно, может быть выход с уровня. Гляньте, там свет как будто на улицу. Знаете что? Погодите, ребят, секунду. Я не знаю, что-то мне не хотелось рисковать. Я такой взял, вышел, сохранился. Посмотрим сейчас, куда мы выйдем. Да, это выход с уровня. Хорошо. А это где? Секундочку. Вы же не хотите мне сказать, что это там же? Вот это мы круголя накинули. Вот это мы, кстати, круголя накинули. Я начал серию ровно с этого момента, если вы помните. Ну, не начал серию. Я сегодня загрузился ровно с этого момента. Мы пошли. Ну, я пошёл быстренько, добежал до того входа в канализацию. Зашёл, там мы начали серию. Вот это походили, пошастали, полазали. Оказывается, вход есть ещё здесь. Твою за ногу. К такому жизнь меня не готовила. Пойдёмте обратно ныряем. Я же могу войти здесь теперь тоже, да? Могу, запросто. Всё, супер. Мы точно знаем, что это выход, который нам не нужен. Окей, супер. Так я себя чувствую немножечко поспокойнее. Это прям здорово. Теперь мы дуем наверх. Так, 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 так. Чешем вот сюда. Сюда, 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 сюда. И здесь... У нас есть проход дальше. А вот здесь, отсюда мы уже начинаем смотреть. Фух. Обратно в душную канализацию. Всё хорошо, всё нормально. Теперь у нас есть, да, проход вот сюда. И получается с... Вот... Примерно... Вот это мы ещё с вами посмотрим, наверное. Примерно с полкарты мы справились. Ну, я считаю, для одной серии это довольно-таки неплохой результат. К тому же, серия ещё не закончилась. Так уж, если на то пошло. Я понимаю, что по времени уже немножечко начинает поджимать, но серия ещё не закончилась. Наши приключения ещё не закончились. И я думаю, что... Ага, понял. Тут вроде как ничего не наблюдается такого. Меня вот эти вот решётки очень сильно настораживают. Зная закон подлости, я думаю, что оно тут всё проржавело и всякое такое. Оно может просто... Это лопата. А, скребок. Ну, они здесь, короче, скидывали всё, всякое говно. Да, у меня такое ощущение, что они могут провалиться. Наверное, здесь эта механика не предусмотрена. Но я не хочу рисковать. Не хочу рисковать. Вообще не хочу подыхать по одной простой причине. Что меня обратно закинет на третий... На четвёртый этаж. Вот. Если меня вот с этим всем прогрессом обратно закинет на четвёртый этаж, по-моему, я начну вырывать себе волосы. Блин, это вполне может случиться. Причём это может случиться настолько быстро. Я это осознаю. Эта игра у нас, она в принципе, довольно хардкорная. И они могут сказать такие... Ну, всё, чувак, вот, короче, тебе. Так, это у нас комнатка с круглыми стенами. Да, что же я путаю это постоянно? Да, комнатка с круглыми стенами, которая выведет нас вот... В эти вот помещения. Здесь у нас пусто. Получается, вот это помещение... Во, это то, где я изначально подумал, где я могу быть. Но это не там. Вот, хорошо, что я быстренько очухался после этого. Кто здесь? Признавайтесь. Так, хорошо, это у нас коридор. Это коридор наверх, и нам он пока что, по идее, не нужен. Пока что, пока что. Давайте отделять куски, исследовать их. А потом... А, там решётка, тьфу ты. Ай, выпусти меня. Вот и на... С чего ты сейчас упал, дружище? Там просто камень лежал. Карта. Очень светлый кусочек. Так, давайте мы сейчас вот здесь, вот это мы и будем исследовать. Карта, светлый кусочек на экране. Я потом смотрю на тёмный кусок и не всегда могу определиться. Что это за цветок такой? А, ещё, короче, да, такая фишка, что при табе нажимаешь на таб, чтобы атаковать, у тебя вырубается карта, менюшка. Я, конечно, понимаю, спасибо разрабы, что это сделано для того, чтобы я был внимательным. И... Я там не пройду, хорошо. Чтобы я хорошо дрался, всё. Но давайте при повторном нажатии на таб, оно будет обратно откликиваться, пожалуйста. Минуту. А что это за комната? Это выглядит как тайная комната. Смотрите, я не могу туда попасть. Вот эта комната, смотрите. То есть, ну я сейчас зашёл здесь, вот я здесь, вот коридор на выход. Вот я сейчас бегаю по этой стенке. А что вот это вот за комната такая? И причём там явно видно, что это не пустота, что это какая-то тайная... Ну, комната, я не знаю, сколько она тайная, но это комната. Это не пустоты в конструкции. Очень странно. Если вы что-то про это знаете, то, пожалуйста, скажите. Дайте там тайм-код, что я мог пропустить. Или... Хм... Это всё очень сомнительное. Ну, не то, что сомнительно, подозрительное, я бы сказал. Так, ладно. Теперь у нас тут будут... А почему... А, ну да, да, всё верно. Вот, по идее, она должна находиться здесь. Или это в неё вход? А тут дверь, ну нормально. Там кто-то бегает. Это вот эта комната. А, ну она квадратная, да. Значит, она не тайная, значит, это я затупил. Э-э-э-э-э! Светящийся шлем! Блин, у нас... Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Мы нашли вторую кастрюлю, которая будет разгонять тем... Блин, я жаловался на темноту всё это время. Ну, она светит так же, кстати. Неудобства, кстати, дофига добавляет. Но это такое. Э-э-э... Тут у нас ржавая... Блин, на самом деле, я столько времени потратил. Просто... Но он светит точно так же. Он светит точно так же. Просто... Он лучше? Ну, он даёт очень много покрытия. Да, даёт на режущего, кстати, шесть. Да, на один больше режущего, лучше дробящий, лучше... Он лучше во всём. А при этом, знаете, а намордник у нас... Остался, нет? Нет, при этом мы снимаем и намордник наш тоже. А где он? Так, хорошо. Давайте тогда таким образом поступим. Вот ящичек. В этот ящичек мы положим наш старый шлем. Он очень хороший, но... Этот его уже практически догнал. К тому же он по покрытию лучше. Там кто-то бесится за стенкой. Я слышу, ходит, бегает, блин. Наверное, наш старый шлем... Ну, вот... Вообще старый-старый сюда положим. Потом шлем видения мы тоже сюда положим. Теперь... Намордник. Бувигер. Ладно, не намордник. Бувигер. Штука так-то на самом деле очень хорошая. Но я понимаю, что этот шлем даёт точно то же самое покрытие. И он защищает лучше, чем бувигер. И... Блин, отколючего, кстати... Ну, такое. В общем, наверное, бувигер тоже у нас вылетает. Вещь очень хорошая. Но я очень сомневаюсь, что я буду менять шлем в этой игре. Потому что этот прям очень классный. Почему? Ребята в комментах мне писали, что я буду в этом шлеме видеть лучше, чем в этом. Они же одинаковые. Или я что-то путаю? Так, у нас тут есть вот хорошие перчатки. Меч, с которым нам нужно что-то решить. Всё, суперски. Эта комната оказалась не тайной. Это я просто затупил. Но в этой комнате оказался очень полезный лут. Ну, вот насчёт того, что, типа, я буду видеть лучше. Да, нет. Я вижу точно так же. Хорошо, что вообще вижу. Я не спорю. Это всё хорошо. Вот эта комнатка. До свидания. Вот это сейчас неплохая двоечка прошла, чуваку. Дай карту посмотрю-то. Что за люди-то не дают карту посмотреть? Там ещё что-то ходит. Я слой. О, офигеть! Я думал, я сейчас просто личинку отложу. Ёлки-палки, как так пугать-то можно, тварина? Фух, он такой врывается из первого же удара, берёт мне хап полжизни. Как я это сейчас пережил, вообще не знаю. Этот ещё говна кусок прибежал тут, давай плясать. Ладно. Честно, я просто со страха сконцентрировался так, что пришлось победить. Хорошо, да, ещё и удача. Согласен. Что за матка, блин, так его через так? Фух. Вы что, ребят? Я только на карту собираюсь посмотреть на меня, тут вылетает. Только на карту собираюсь посмотреть. Хорошо. В этой стороне должны быть две... Две маленьких комнатки, не комнатки. Блин, а я бы там провалился бы сейчас, нет? Или мне кажется, что... Но оно не выглядит, как комнатки, кстати. Сейчас, секунду. Я хочу понять, что здесь происходит. Вот эти два маленьких... Где они? Вот эти два ответвления. Это вы имеете в виду вот это, что ли? Почему они такие гипертрофированные? Ну, то есть... Стоп. Ай, зачем я карту-то закрываю? Что я сегодня глупости-то делаю? Аж бесит. Ким бесит же. Так, хорошо. У нас есть теоретически вход в эту комнатку. Вот он. У нас есть стена. Всё, хорошо. Значит, вторая часть у нас... Вот она. И тут... У нас выход сюда. В смежный коридор, да? Да. Выхода должно быть два, и потом всё это входит... В какую-то большую залу. Вот эта колонна по центру. Хорошо. Всё, я вас понял. Давайте тогда назад. Блин, там опять что-то носится. Там опять что-то носится. Я не пойму, где... Вон там, вон там, за стенкой что-то бегает. Так. И оно бегает, потому что оно меня учуяло? Или... Оно просто бегает. Я сейчас, по-моему, уже не в ту степь пошёл. Да, минуточку. Это тот тонкий коридор, который... Да, это тонкий коридор, который меня приведёт обратно к комнате со шлемом. Знаете чё? Комнату со шлемом я точно запомню. Поэтому давайте в этой комнате мы с вами серию и закончим. И начнём тогда уже... Прямо отсюда я уже буду примерно знать, где я. Вот я здесь. Нам вот эту часть нужно исследовать. И потом у нас... Вот эта часть карты, собственно... Ну, пустая относительно. Нам нужно будет исследовать вот эту часть. Пробежимся здесь. То вот это выглядит, как выход из уровня. Нужно будет проверить, куда это. И... И, кстати, всё. Вся остальная карта выглядит, как закольцованная. То есть, по идее, мы сейчас совсем недалеко от выхода из уровня. Посмотрим, куда он его вообще выводит. Зачем нам... Надо туда вообще или не надо. Вот. Потом пробежимся по остальному кусочку. Ну, остальный кусочек. Тут полкарты ещё осталось. Ну, блин, по крайней мере, сегодняшними побегушками я очень доволен. Хороший лутецкий. Темно. Очень темно. Это немного давит на нервы. Но я вроде как начал немножечко к этому всему привыкать. Всё, ребятки. Спасибо, что были с нами. На этом у нас сегодня всё. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok